Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Анатолий Тиханов, в эфире передача «Освобождение». Усвятский район находился в оккупации более двух лет. Красная армия освободила поселок Усвяты еще в конце 1942 года. И только 26 октября 1943 года, это случилось 75 лет назад, немцы были окончательно изгнаны с Усвятской земли. В минувшую пятницу жители района торжественно отметили годовщину освобождения. Усвечане вспоминали войну солдат, чьи братские могилы разбросаны по всему району как молчаливое напоминание о том жестоком времени. Каким оно было? Поговорим о войне, а также о том, как пришло освобождение с заведующей отделом по музейной работе поселка Усвяты Екатериной Васиной. Начатое 6 октября наступление 47-й стрелковой дивизии и пособство полного завершения этой операции 25 октября 1943 года освобождением Чуриловского, Усковского и Чеснорского сельсоветов. А 26-го уже принято считать днем освобождения всего Усвятского района. Скажите, у немцев были какие-то укрепления построены возле Усвят и вообще на территории района? После освобождения Усвят наши заняли оборонительную позицию и находились опорные пункты по дороге Усвяты Неви. Усвяты без боя немцы сдали, просто ушли и все. Освобождение Усвят 29 января 1942 года, да, тогда они ушли без боя, потому что 51-я стрелковая бригада, которая освобождала, они захватили Усвяты ночью и захватили ее с северной стороны и окружив западной и восточной стороны, приблизив к озеру. А уже в более позднее время, в результате наступательной операции 47-й стрелковой дивизии, это 26 октября 1943 года, был освобожден сам Усвятский район. Такая книжка интересная, они здесь принесли, подарила эту книжку нам бывшая ученица Усвятской средней школы, она называется Александрова Светлана. На фронт выезжал театр, да, они вели свои дневники. И вот там пишется, что они давали концерт в 43-м году, 3-го июня в Усвятах, и давали в доме, который сейчас сгорел на данный момент, его нет. И что Усвяты были полностью уничтожены, хотя сам городок был очень красивый раньше. И они давали концерт, и люди стояли прямо под окнами, слушали концерт. И она пишет, что страшно было выходить на улицу, что было как пустыть такой, да, и обстрел был, и они находились как будто вот на ладошке. А почему они были разрушены? Это немцы сделали, уходя? Или же попал город под обстрел просто, поселок? Ну да, вот немцы стояли в Боброво, и со стороны оттуда они производили обстрелы. У нас стояла церковь очень красивая, да, стегловая. И они, ну, по куполам стреляли, а потом уже решением наших войск было решено снести эту церковь в селок. Наши войска стояли в Усвятах, они разбирали. Ну, так как было озеро, да, нужно было переправляться на чем-то. Дома разбирали, много домов было просто разобрано для того, чтобы сделать переправу. У вас там вот захоронение на Замковой горе, это кто похоронен? Там больше полторы тысячи воинов захоронено. А вообще в районе еще есть могилы такие? Много их? Да, могил очень много, и как бы такие самые большие из них, это вот в деревне Церковище, кстати, недавно вот была реконструкция, произведена этого памятника, 17 человек там, даже больше, на данный момент даже больше уже насчитывается. В одной из могил захоронен Шурыгин, который был комиссаром 334-го полка 47-й стрелковой дивизии. Погиб он в результате авиабомбежки на переплеске в деревне Козлова, когда ехал в часть свою. Есть такое письмо, вот мне Шекина Валентина Ивановна давала, она переписывалась там по поводу этого памятника от Алексея Виларионович Козяков, 1920-го года рождения, который там стоял. Он пишет, что они вот именно стояли, как обороняли. И он пишет, что их и кормили хорошо. Вот он матери пишет письмо. Разрешите сообщить вам еще то, что за хорошее выполнение боевых задач наша 27-я армия, переменованная в 4-ю ударную армию приказом Сталина, вот он пишет, что мы теперь кушаем хорошо, особые продукты, одеты неплохо, суфайки, ватные брюки, шапки, перчатки, холода не боимся. Плохо, что на ногах тоже, что было летом. Перед нашим полком стоит большая задача, продать доверие нашей партии и правительства. Когда они начали наступать, то он там и погиб, и как бы и захоронен на этом братском захоронении. Деревня Узкая, там вот похоронен тоже около 200 человек. Чурилы с большим захоронением. Деревня Шершини. То есть таких памятников на территории района насчитывается, наверное, 22 по последним подсчетам. А вы кого-то знали? Вы же местная из тех людей, которые освобождали у святых. Может, приезжали, может, жил кто-то у святых. Знаете, вот на территории нашего района 21-я Курсанская бригада была, да? И в ее состав, в состав этой бригады наши земляки входили. Из них 17 мужчин и 9 женщин. Вот я знаю точно, что был государинка Михаил Елисеевич. Он до сих пор еще живой. Это участник Отечественной войны, участник освобождения нашего района. Сапер 47-й стрелковой дивизии. Совсем недавно, наверное, в том году еще жива была, Нина Терентьевна. Она была прачкой в этом батальоне. Михаил Елисеевич до сих пор еще живет. Я вот к нему недавно заходила, да, еще в прекрасном ставе. Дай Бог ему здоровья. Ну, большую работу проделал, все описал даже. Ну, там не столько, наверное, как именно его часть воевала, а вообще по Усевскому району, по боевым действиям. Ну, вообще впечатление, вот вы читали-то его, да, описание, как он рассказывал, да? Ну, да, он же там собирал не только о том, как вот именно освобождался Усевский район. Он собирал те данные, когда вот пришли немцы, когда они устроили это гетто Усевская, когда они устроили лагерь военнопленных, про партизан, про связь партизан с другими какими-то отрядами наших войск. Какие зверства здесь вот причиняли сашисты, когда приходили на нашу территорию. То есть много у свечан мирных погибло, да, во время оккупации? Да, во время оккупации, ну, вот, где-то около полторы тысячи наших местных жителей прогибло. Партизаны действовали, они были на территории Усевского района или просто заходили с других мест на вашу территорию? В 41-м году, сразу когда немецко-фашистские захватчики пришли, да, до 10 августа из откома партии были созданы, партизанская бригада, как вообще, была создана из вот этих, из коммунистов. Вот, она действовала на территории района. Потом, еще в 41-м году на нашей территории района действовал отряд батьки Миная Шмырева. Она такая мощная бригада была, и они контролировали дорогу, вот эту Шурашу, Святу, Велиш. И даже в одной из их вылазков было сообщено в софт-информбюро, вот, дорогу Бор, Бору Свят, вот эту дорогу. Немцы даже вызывали дорогой смерти, потому что там постоянно эти вылазки батьки Миная Шмырева были. И есть такая фотография в интернете, там прямо немцы, ну, фашисты устанавливают билборд на этой дороге. И там написано, что проезд по этой дороге небезопасен. Немцы очень карали за связь с Партизанами. Они вешали даже подозрение, то, что они подозревали, да, там, что кто-то содействует с ними, уже. Этого было достаточно, чтобы висеть на суку. Так вот они повешили Баскова, который был у нас заведующим клубом у Святых, да, вот его повесили, где у нас памятник Ильичу, Ленину стоит, да. Арка такая при входе в парк. И вот на этой арке его повесили с табличкой на груди, что за связь с партизанами. И водили местных жителей как бы в назидание, да, показывали, что вот так вот и будет исламя. Ну, бабушка как-то, я ее спрашивала, она не любила про это рассказывать. Она помнит вот этот момент, когда, наверное, вот первые немцы когда зашли. Вот первые как-то, как она говорила, первые зашли и прошли. А вот после них, говорит, уже пришли страшные, говорит, какие-то рыжие бородатые. Эссовцы, наверное. Эссовцы, да, да, эссовцы. А вот когда у Святы освободили, много жителей вернулось в поселок? Ну, вот конкретно так я не могу сейчас сказать. Да, ну, конкретно. Но люди возвращались, это точно, потому что, ну, как бы я читала, что и слушала сама там, задавала вопросы, когда ходила, интервью там прошла у бабушек таких постарее. Вот, и говорили, что приехали, да, что у Святы было не узнать, что они были полностью разрушены. И они выходили на субботники бесплатно, по дням. Как бы все это разгребали. Все улицы были завалены, и они это все разгребали. И им почему-то вот то, что землянки были, наши стояли, войска когда, они жили в землянках. Наверное, из домов собирали вот эти землянки. А потом им же эти бревна нашим местным жителям продавали, и они ставили такие дома без пола. Ну, земляной пол, да. И некоторые дома, у меня есть фотография, где даже стенка одна подперта бревном, чтобы он не развалился вот так. То есть, как могли, начинали жизнь. Многие остались, кстати, кто и воевал здесь. Ну, даже вот из этого письма, вот как я читала, да, Алексея этого Кузякова, да, он пишет, что места ему очень понравились, что здесь очень красиво, поэтому, ну, есть люди, которые возвращались сюда жить. Люди возвращались на родные попелища. Немногие уцелевшие у свеча не жили в землянках. Учителя у святских школ многие годы собирали документальные свидетельства о войне. Дебняки, письма, устные рассказы. Большой архив воспоминаний собрала учительница у святской школы Татьяна Петровна Смирнова. С ними меня знакомит руководитель комнаты воинской славы церковищенской школы Валентина Шейкина. Это собранное, переданное нам ее воспоминание у жительницы воиновской Елизаветы Марковны, которая пережила весь ужас издевательства немцев над евреями. Было создано гетто у святых. Мне пришлось пережить и испытать все ужасы гитлеровского режима. Жизнь за проволокой была полна ужасов, унижений, оскорблений. Еврей Серебренников Лейзер заболел, не мог двигаться. За это его расстрелял немецкий офицер. Никогда не забуду смерти еврейки-беженки, по специальности врач, фамилию не помню. Над ней долго издевались, расстреляли, а трехлетнюю дочь, которая тянулась к матери, и понимая, что мать мертва, закопали живую трупом матери. Это уже будут воспоминания еще одного нашего ветерана войны, государинка Михаила Елисеевича. Он был участником 47-й стрелковой дивизии, как раз той, которая освобождала наш район. И что он писал об освобождении? Ну, что жертвами, сколько там было у нас, 1364 жителей района оказались. И вот он вспоминает, что в переписи, по записи, в 1939 году в районе проживало 27 554 человека, а на 1 января 1946 года 13 996. Сразу же 10 января освободили 9 наших сельсоветов. И оставалась только под немцем, под врагом, часть, которая района шла под Нивель. И в феврале и апреле враг пытался снова владеть усвятыми, но ему это не удалось. И 26 октября уже считается днем освобождения, когда вот этот последний кусочек района освободили под Нивель. А вот сами церковища как вот после войны, обцелели? Да, церковища обцелела. Госпитали у нас вокруг везде здесь были. Кажется, такой маленький наша волость, а 4 братских захоронения, потому что умирали в госпиталях. Здесь фамилия, например, Крозановским госпиталем, Герасименко, Олег Михайлович, воин врач был, делались операции. Благодарен он был, писал нам потом воспоминания свои фотографии, прислал свою местному населению, которые безвозмездно, кто здесь оставался, приходили, сдавали крозы. И было очень много братских захоронений в каждой деревеньке. И когда в 1958 году, видно, такое вышло постановление, или что, об укрупнении захоронений, то в наше церковищенское воинское захоронение из 36 деревень перевозили. Ну, естественно, те, кто был свидетелем, вот у меня сосед Василий Иванович Романов мне рассказывал, что, ну что они, возьмут косточку от ноги, от руки, черепок один, и якобы не ту могилу всю взяли. Вот эти могилы, они по-прежнему не числятся, но там лежат. И вот если вы хотите, только мне есть красивые такие слова, которые я произношу на митинге. Они принадлежат внуку нашего, мы называем, капитана Шурыгина, который у нас похоронен, Иван Иванович. Его сын тоже стал военным, Владислав Иванович, а внук Владислав Иванович, он сейчас военный обозреватель. И вот он написал такой текст беседы после с отцом. Вчера мой отец высказал пронзительную страшную мысль. На параде в честь Дня Победы участвовало 10 тысяч солдат и офицеров. Само прохождение парадных коробок заняло 30 минут. И знаешь, о чем я подумал? Потери нашей армии за 4 года войны почти 9 миллионов убитых. Каждый из них достоин того, чтобы пройти в парадном строю по Красной площади. И если всех погибших поставить в парадный строй, то эти коробки шли бы через Красную площадь 19 суток. И я вдруг как наяву представил этот парад. Коробки 20 на 10, 120 шагов в минуту, в обмотках и сапогах, в шинелях и телогрейках, в пилотках, ушанках, буденках, касках, бескозырках, фуражках. И 19 дней и ночей через Красную площадь шел бы этот непрерывный поток павших батальонов полков дивизий. Задумайтесь. Наше время в эфире заканчивается. Передачу провел Анатолий Тиханов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин